МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только самые актуальные события становятся объектом репортажей корреспондентов службы новостей Армавира. В студии Мэрина Юрченко. Здравствуйте, уважаемые телезрители. И вот лишь некоторые темы выпуска. Страшные сражения Чеченской войны останутся в памяти навечно. О митинге, который состоялся в нашем городе, расскажет Юлия Денежкина. Будь здоров, не болей! Как сегодня в Армавире спасают от пичьего гриппа рябушек и петушков. Узнала Юлия Чернышева. Воспитанники детского сада соревновались с учениками первого класса. Кто сильнее, об этом вы узнаете в репортаже Натальи Замора. 11 декабря, почти 20 лет назад, всю страну потрясло ужасное событие. Первая чеченская кампания. В страшных сражениях, которые длились с 1994 по 1996 год, погибло много солдат. В их числе и армавирские мальчишки. Митинг, посвященный памяти павших на поле боя в Чечне, прошел в нашем городе. Илья Денежкина побывала на нем. Не бывает маленькой незначительной войны. Война – это всегда боль, слезы, разруха и жертвы. Отдать дань памяти солдатам, которые стояли в бою до последнего, собрались многие. Помимо представителей администрации, участников локальных войн, пришли родители и родственники погибших молодых ребят. О подвигах, которые совершили их дети, нужно говорить и помнить всегда. О тех подвигах и о тех военных достижениях наших армавирцев сегодня – это пронести на долгие-долгие годы. Ребятам, которых сегодня с нами, нет вечная память. Вечная и светлая память. Те, кто больше всех перенес страдания и скорбил изо дня в день, родные и близкие не могут даже после стольких лет сдержать слезы горя. Погибших почти лиминутой молчания и возложили цветы к памятнику воинов-интернационалистов. Это самое большое горе для каждого родителя, когда его ребенок уходит из жизни раньше него самого. Старший сын Любови Смирнова, Дмитрий, лейтенант спецназа, в 2003 году при исполнении служебных обязанностей погиб в Чечне. Но память о нем будет жить, пока мы будем помнить его подвиг. Он был командиром отдельного отряда специального назначения. Ночь шел бой, весь отряд остался в живых. Сын взял на себя. Сражение всех мальчиков защитило. Все стали живы. Чечечка погибла. Юлия Денишкина, Александр Ширелеев, служба новостей Армавира. К другим новостям. Работа управляющих компаний должна быть прозрачной для всех жителей Армавира. По поручению главы города Андрея Харченко, во всех организациях, занимающихся обслуживанием многоэтажек, будут регулярно проходить встречи старших по домам со специалистами городской администрации и коммунальщиками. Очередная такая встреча состоялась в районе Черемушек в 4-й муниципальной компании. В первую очередь юристы разъяснили жильцам порядок формирования Совета многоквартирного дома, основным направлением которого будет решение вопросов распоряжения общим имуществом дома. Кроме того, Совет дома сможет принимать решение без общего собрания жильцов того же дома, которое зачастую невозможно собрать из-за неявки большинства собственников. В настоящее время ветеринарная служба края проводит вакцинацию птиц. Это самый эффективный метод борьбы с птичьим гриппом. Граждане обязаны предоставить пернатых для данной процедуры, которая проводится бесплатно. Продолжит Юлия Чернышева. Масляная головушка, шелково-бородушка. Чуть свет не заря, Петька уже погружен в заботы о своем курином гареме. А местная рябушка породы Кучинской юбилейной, как и другие 500 ее сородничей в этом курятнике, несет для своих хозяев золотые яйца, судя по нынешним ценам за десяток таковых. На днях к этим дамам и господам приходил в гости местный эболит. Всем поставил уколы. Приехали к нам представители ветлечебницы, вот она боится, и прокололи в пятницу. Это было седьмого или шестого. Все привилочки от гриппа сделали. Так что мы теперь уверены, что они у нас не заболеют. Ну и нас, соответственно, привили от гриппа. Теперь птичий грипп им не грозит, и погибель к ним может прийти, разве что в виде попадания в суп. Армавирские эболиты поспешили привить птицу после недавнего падежа диких пернатых в Анапском и Темрюкском районах. На сегодняшний день в нашем городе и прилегающих к нему населенных пунктах свою вакцину от заразы получили 27 тысяч кур на более чем 500 подворьях. Птичьего гриппа в Армавире нет. Сейчас проводится вакцинация от гриппа людей, которые имеют контакт с птицей. Это работники инкубаторов, работники птицеперерабатывающего комбината, также владельцы личных подсобных хозяйств, имеющие у себя в подворьях птицу. Это в профилактических целях проводится вакцинация населения. Также ведется бесплатная вакцинация домашней птицы. Вакцинация птиц против гриппа – это мероприятие ежегодное. Вакцинируется молодняк, который выходит в реализацию с инкубаторов города, поступает на рынки, то есть население у птицы идет уже вакцинированное. В данный момент вакцинация проходит в личных подсобных хозяйствах граждан по заявкам. Птичий грипп – инфекция опасная как для птиц, так и для людей. Среди профилактических мер борьбы с ними – обеспечение постоянного взаимодействия органов здравоохранения, Роспотребнадзора, полицейских, местных властей. Благодаря такому оперативному комплексу за последние несколько дней на Кубани новых вспышек гибели птицы не зафиксировано. Так что Ряба может жить спокойно еще как минимум год. Юлия Чернышева, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. До наступления нового 2013 года осталось совсем немного времени. Праздничная суета начинает одолевать буквально каждого. В Армавирском театре драмы и комедии уже вовсю идет подготовка к новогодним карнавалам. Наталья Замора побывала за кулисами. Каждый год в это время в драмтеатре состоит предновогодняя суета. Каждый занят делом. В зрительном зале на сцене активно репетируют артисты. С текстом в руках среди еще не до конца подготовленных декораций они усердно готовятся к детской новогодней премьере. На этот раз ребята попадут в сказку «Финист Ясный сокол». Это классическая сказка. Мне очень нравится, когда классика, когда традиционная. Для детей это очень интересно, когда идут какие-то превращения. То есть здесь и баба Ига есть, и вороны, и герои, и Лена Прекрасная. То есть это детям очень нравится, поэтому я всегда обращаюсь к этим сказкам. Пока артисты оттачивают на сцене свое мастерство, в Бутафорском цехе трудится бригада художников, постановщиков и дизайнеров. Именно они отвечают за красоту на подмостках и эффектные декорации, макет которых для сказки «Финист Ясный сокол» уже готов. Так будет выглядеть сцена 23 декабря в день премьеры. В сказке всегда очень много превращений. Эти превращения мы выдумываем. Вот, например, у нас из метлы бабы Яги должна выдернуться шпага, и главный герой будет биться с отрицательным героем на шпагах. Ну, в общем, и другие превращения. Ну, откуда-то там должна появиться гвоздь рябины или это. Вот все это с режиссером выдумываем, сочиняем. И это... Ну, сначала вот мы пробуем на маленькой абориате, то есть вы видите сейчас макет, а потом мы все это воплощаем на сцене. А нарядят всех актеров к новогодним карнавалам мастерицы из швейного цеха. Для каждого артиста собственный костюм. Шьется он кропотливо, вручную вышивается бисером и кружевами. Костюмы яркие, материалы современные. Используется вязка, используется парча, бусины, пайетки. Очень все будет ярко, красиво и замечательно. Над каждым костюмом очень много времени используется, потому что все вручную вышивается, бусины, пайетки, парча. Все это шикарно смотрится. И все это ради новогодних праздников. Начнутся они с 23 декабря. Спектакли «Утренники», «Дед Мороз и Снегурочка», «Сказочные герои» будут радовать армавирских детей аж до 9 января. Наталья Замора, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Далее о спорте. На прошедшем в израильском Эйлате 38-м чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи до 20 и 23 лет кубанские спортсмены завоевали 13 медалей. Среди победителей есть и армавирский тяжелый атлет Разми Кунанян. В весовой категории до 77 килограммов он стал серебряным призером и поднялся на вторую ступень пьедестала почета. Надо сказать, что тренирует спортсмен Алексей Гиженко. Суммарный итог выступления кубанских атлетов на чемпионате 7 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали. И еще одна спортивная информация. Воспитанники детских садов и ученики первого класса. Их многое объединяет. Во вторник 11 декабря в школе номер 12 связующим звеном стало спортивное игровое соревнование под названием «Сказка у нас в гостях». Кто оказался сильнее, ответ в нашем следующем репортаже. Быстрее пробежать, оказаться более сильными и ловкими, активно поддержать друг друга, стать победителями. Вот эти, на первый взгляд, простые задачи стояли перед малышами. Всего три команды, две представляющие детские сады и одна школу стали участниками спортивной игровой эстафеты. Мы хотим помочь воспитанникам детского сада пройти более благополучно адаптацию, когда они придут в первый класс. Для них не будет большим стрессом, не будет большой нагрузкой. Они уже будут знакомы со стенами школы, с некоторыми правилами из жизни учащихся. Шесть этапов до победы. Каждый нес не только физическую, но и смысловую нагрузку. Конкурсы были ориентированы на развитие смекалки, эрудированности, координации движений и укрепление опорно-двигательной системы ребенка. Было видно, что ребята с большим интересом и рвением к победе участвовали в эстафете. Мне понравилось перепрыгивать через грибы. Мне понравилось. Наша команда победила. Она самая спортивная и сильная. Побегали, попрыгали, а потом пришла пора подводить итоги. Победила, конечно, дружба, но первое место осталось за воспитанниками-богатырями детского сада номер 19. Наталья Замор, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Об этих и других событиях вы также сможете узнать на сайте в сети интернет. www.media.tv Там же вам доступна видеоверсия твоих новостей. А на форуме Медиагрупп можно поучаствовать в формировании выпуска, предложив темы для репортажей. На этом выпуск завершен. Дарья, информация о погоде на ближайшие сутки. В студии была Марина Юрченко. До встречи. Одежда ведущей предоставлена магазином молодежной женской одежды «Бона». Торговый дом «Вилсон». Первый этаж. «Бона» 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 «Бона»